Привет. Привет, милая. Расскажи, пожалуйста, о себе. Что тебя волнует? Что значит? Расскажи о себе. Давай сейчас начну, в общем, с рождения, да? Давай. Я родился у себя в квартире в ванной. Серьёзно? В воде. Серьёзно? Да, водорождение. Отец решил испрактиковать, значит, вот такую методику вместе с моей мамой. И я родился в воде, да, в собственной воде. Были какие-то осложнения? У матери нет, она родила прекрасно ещё двух детей после этого. Но уже нет, нет. Она в другой семье и в нормальных роддомах. Хороших. Всё было чики-пуки. А потом ты, получается, хорошо родился. А потом, пух, и я здесь. И я здесь, да? Перекинь, вот это жизнь. Вау. Хорошо. Окей, а где ты учился? Кем, может, работал? Я до сих пор учусь в магистратуре. Хотя, кто его знает, потому что меня, может, уже оттуда выберут. Учился я. Хотел пойти в Бауманку. Рассматривал только бюджеты, бюджетные варианты. И когда я подавал документы, мне перезвонили из Бауманки и сказали... Здравствуйте. Милан, да? Я такой, да, здравствуйте, слушаю вас. Вы знаете, мы очень... Это вот и вас из приёмной комиссии МГТУ. В общем, вы знаете, ну вот, к сожалению, вы не прошли у нас на один балл. Вот. Но мы вас очень ждём на платном. На один. На один. Я такой... А, ну я подавал ещё в несколько разных вузов. Я выбрал тот, который был самый ближайший к моему дому. Это был МАДИ. И я пошёл в МАДИ на кафедру АСУ, так, чтобы всем говорить. Ну, потом я уже как узнал, что интересно, есть байка всех АСУшников, что ты откуда, я с АСУ. Интересно. Да, так что закончил, значит, там инженера информационных систем, проще говоря, программист. Ну, или же там электрончик и так далее. Разное есть применение. Системный администратор, администратор базы данных. Ну, в общем, как выдумывается, так и будет уже в дальнейшем. Куда хочешь, туда пойдёшь. Сам все технарь. Занимаюсь всякими задачками. Решаю, люблю решать задачи, в том числе и жизненные тоже. Скажи, а вот если бы при поступлении в институт тебе бы сказали, что ты будешь стримером, ты бы изменил свою профессию? Я не вижу никакой, против никаких противоречий, ни в коем случае, да. Потому что вообще, недавно я как раз разбирал слово стример, и я считаю, что оно не совсем правильное. То есть, стример, это для меня, это аналог этому слову, это ведущий. И правильно говорить, ты не стример, а я т-т-т стример, да. То есть, я игровой стример, я ирл стример и так далее. Потому что не говорят же про ведущего, там, ну, как в этой профессии. Ну, вот, да, я ведущий, но, как правило, вопросы дальше, типа, что ты ведёшь. Потому что, может быть, ведущий корпоративов и праздников, а, может быть, ведущий новостей на Первом канале, да. И это разные всё-таки вещи, и я всё-таки как-то это разделяю. А ты стример, ведущий какого контента? У меня ирл контент, нацеленный на развитие личности, саморазвитие. Возможно, это маяк Ахиллесова, то есть, я, возможно, беден внутри, и я пытаюсь, ну, я думал уже об этом, меня терзают иногда такие мысли, что я беден внутри, и я пытаюсь, вот, выставить это как свой основной контент. То есть, как бы, показать, что я, как бы, а на самом деле там... Ну, я присутствую на твоих стримах, бывает, и я вижу, ты занимаешься программированием, ты также что-то всегда делаешь руками. Это вот твоё творчество, хобби, или это всё-таки нужно делать? Хобби, хобби. Мне нравится, мне всегда привлекала робототехника, я любил это дело. Потом, когда посмотрел ещё первого «Железного человека», я прям такой, вау, это слишком круто. Я начал запариваться на тему вот этого вот костюма, да, который был у Тони Старка, и я запарился настолько, что я собрал сначала прототип, механический прототип из картона, чтобы, ну, все были там движимые суставы и так далее. Потом, ну, то есть, когда это было 2011, наверное, я не помню, когда первый «Железный» вышел. Ну, то есть, это было лет 8-9 назад, да, мне было лет 14-15. Вот, и после этого я собрал уже, значит, из металлических каких-то, значит, пластиночек, я собрал прототип вот сюда на руку и подключил его к компрессору воздушному. И это позволяло мне на одной руке на турнике подтягиваться, типа. То есть, я сделал, да, я смог сделать, но мне это стоило огромное количество сил и огромного количества денег. Это очень дорого оказалось. Я тогда понял, что, чтобы мне собрать такой костюм, мне понадобятся какие-то нереальные суммы, которые я в свои 14 лет не достану просто никак. В дальнейшем я уже даже понял, что даже сейчас и, думаю, лет через 15-20 я с вами не достану просто, потому что мы живём, я живу не в той стране, где это всё спонсируется и на это всё как-то выделяют средства. Ну, то есть, ну, сейчас, может быть, идёт направление к этому, но мне кажется, это так просто попило. А вот что ты первое сломал в своём детстве вот ради интереса? О, сломал, нет, ну, я считаю, что отец мой делит, например, да, есть люди, которые создают, а есть люди, которые разрушают, да, и он прям конкретно делит этих людей. Я считаю, что так нельзя, и мне кажется, что здесь есть... Ну, либо так можно, почему так можно, но я считаю, что как раз, чтобы создавать, тебе нужно понимать, как это устроено, чтобы понимать, как это устроено, тебе нужно копать внутрь, чтобы копать внутрь, нужно разбирать, всё, мы пришли и ломать, да, мы пришли к тому, что нужно ломать, поэтому, чтобы создавать, нужно сначала сломать, потому что, ну, то есть, либо ломать не надо, если ничего нет, тогда да, но просто если уже что-то есть, как эта система, и чтобы внести в неё изменения, тебе нужно её как-то раздвинуть, что-то сделать, вот, И поэтому сказать, что первое, ну, это очень сложный вопрос, потому что я разбирал и всякие сеги, я разбирал паять, научился лет, наверное, 10, там, я что-то отпаял такое. Ну, то есть, не супер рано, но мне дали паяльник, ну, показали, мне был безумно интересный еще канифоль, так вкусно пахнет, вау, очень круто. Просто какие-то божественные ощущения были в тот момент. Первые ожоги, конечно же, получал сразу же от паяльника, но мне, я не сказал, что я безумный технарь, которому вот только это и нужно. Мне это нравится, но намного важнее для меня просто сам смысл идеи, просто это хороший способ реализовать идею в каком-то творении, в каком-то создании. Я вот когда-то поставил перед собой такой вопрос, где легче всего мне было бы создавать и творить. И тогда я открыл для себя два возможных пути, пути не путю, два возможных пути. Это кинопродакшн и геймдев, геймдевелопмент, создание игр, да, и, соответственно, кинопроизводство. Я понял, что кинопроизводство, ну, это слишком сложная и основа не в той стране, чтобы туда влезать. Если бы это были бы Штаты, то да, да, чувак белый, просто тебе открыта дорога, открыта дорога туда. Но с моими уже примерными знаниями я знал, что я вроде неплохо разбираюсь в алгоритмах, я вроде как прогать имею, мне нравится математика. Я понимал, что да, ну, походу геймдевелопмент мой вариант, мой выбор. И вот впервые там в 14 лет я задался вопросом тем, что чувак, давай сделаем игру с моим одноклассником. И тогда я, это был первый мой опыт, знаешь, такой разрушительный как раз, тот самый, да, когда я понял, что на своей чистой собственной идее далеко не уедешь, когда ты работаешь с другими людьми. Потому что ты горишь с этой идеей, и если у тебя получилось заразить других людей этой идеей, хорошо, но долго они не проживут. И ты даже можешь долго не прожить, это должно чем-то подкрепляться, особенно для других людей. То есть приходим к финансовой стране, а мне 14, снова мы упираемся в деньги. И получается, что для того, чтобы мне что-либо делать в жизни, всегда нужны были деньги. И этот, ну, это такой первый урок, который сломал меня. Все же, что ты сломал в доме, вот такой... Да что только не ломали, господи, люстры, горный хрустай отсыпался с люстры, и всякие лампы. Ради интереса. Машинки всякие, сигни, но я собирал потом все. Собирал? Да, конечно. То есть ты вот прям... Не, ну я не ломал так, что это прям основательно. То есть прям просто взять и... Ой, развалилось. Что-то ты не сложилось. Нет, нет, нет. Я как-то по-умному, я всегда находил, где швы, там, как-то хоп-хоп-хоп. Там, никогда не дергал провода, потому что понимал. Ну, наверное, один раз у меня было так, что я как-то разобрал и начал... А провод был от одной части к другой шел, я такой, ой. Вот, ну, наверное, был какой-то такой момент, да. Может быть, какими-нибудь... У меня были всегда большие проблемы, и до сих пор я не умею это делать. Это наушники. То есть вот наушники с аудиопроводами всегда было сложно, потому что... Ну, у них были дополнительные всякие экранирования, неважно все. То есть ты ломал, и я не пытался их чинить? Наушники очень сложно, да. Были моменты, когда я сломал наушники, и я не мог их сделать. Это правда. Вот это, наверное, единственное, что мне не удавалось чинить никогда. Ты часто упоминаешь своего папу. Скажи, а вот папа ругал тебя в детстве за такие поступки, или все-таки смотрел, ухмыхляясь и смотрел... Нет, он никогда... По факту он никогда ничего не говорил. То есть это было... Ну, как бы я и не ломал... Понимаешь, что я как бы и не ломал. То есть он докапывался до причины, да, если упал этот сам... Но зачем вы это делаете? Зачем вы играете мячом в доме? Или зачем вы там... Зачем вы беситесь? И так далее. То есть он очень спокойно все говорил, как со взрослым нормальным человеком. Я считаю, что я во многом благодарен ему, потому что мне кажется... Я думаю так, и многие это говорят, что образ мышления у меня немножко отличается. И я во многом благодарен... Ну, относительно, да, определенно. Я во многом благодарен именно отцу, потому что считаю, что именно благодаря тому, что он не наказывал меня, не бил меня, хотя про него писали, что он детей своих стульями в голове дубасил. Это смешно просто слушать моменты, когда ты заживешь с ним 20 лет, и в этот момент видишь, как отец в зеркале, да, сзади тебя стул, он так стоит. Ну, нет, ну, типа, чуть полная, поэтому это будет смешно, все эти ситуации, все эти интервью. Вот, но... Отец всегда с маленьким мной разговаривал, как будто мне... Вот, как он говорил со мной на равном, и он говорил, что я в какой-то момент понял даже, что, когда я рассказывал анекдот своему другу, я еще не успел закончить, а тебе было, Милан, тебе было год и 8 месяцев, и ты заржал. Ну, типа, мы были в ступоре. И вот он говорит, вот тогда я понял, что все, что я с тобой говорю, и как я с тобой... он с самого моего рождения не был никогда никакого сюсюканья и так далее. И я очень благодарен ему, он никогда меня не наказывал, никогда ничего не делал. Ну, то есть, не, ну, один раз меня отшлепал по заднице из-за того, что я там что-то... ослушался его в том плане, что он говорил мне, никогда с дверью не балуйся, вот, никогда ничего не делай. Ну, я там хотел... Я из добрых намерений, я хотел ему... Я увидел, что с улицы, что он идет, я хотел ему открыть дверь. Но я так долго искал ключи, я не успел их вставить, и получилось так, что мы одновременно вставили ключи в ночную скважину, и они застряли там. И он не мог, он занервничал, он не мог открыть дверь, и он ворвался у него, бешеные глаза, типа, что ты делаешь, да-да-да-да-да-да, и он пошел, взял ремень, и не смог. Ну, он так... Он сделал один этот, увидел, как я так сжался, и он все не смог. Ну, то есть, он даже меня практически не ударил. Ну, у нас в стране любит, да, писать желтую газетенку, чтобы привлечь внимание это это нормально вот главное то как вы к этому относитесь и переживает и за это твой папа вот а если бы тебе твои 15-10 лет сказали что ты будешь стримером ты бы покатила возле а я скажу так отец меня самого начала мне говорил мил вот тебе нравится вот эти все твои там двигатели самолета космос вот это вот все не занимайся пожалуйста этим вот тебе нравится этим занимайся этим не лезь шоу-бизнес он мне сказал эту фразу конкретно это прям цитата не лезь шоу-бизнес как бы я не пытался я выпускал свои игры я там сейчас вот занимаюсь до 3d принтером я какие-то всякие технические роботов хочу лепить и тогда и мы лепим с ребятами делаем как бы все равно как бы я не уходил я даже прекращал на какой-то момент стримить я все равно вернуться туда просто потому что я не могу мне ну вот тянет меня сообщи к общению с людьми я не могу без этого жить может быть это связано с тем что в жизни у меня не так много друзей ну то есть человек может быть 4 и 11 ну хороших там но здесь человек 411 хотят то есть вот я думаю что это вот связано с этим ну если говорить по да там про именно друзей с которыми ты постоянно общаюсь с которым ты делишься там каким сокровенным вещам на стрим я не вношу какие-то ну понятно супер душевные вещи а вот кто-то из чата стал вот таким другом или нет это все-таки жизни нет но есть из чата люди с которыми я хорошо общаюсь да хорошо общаюсь они друзья мне конечно но это не не прям мой близкий друг которому я там побегу при первой своей проблеме да то есть у меня ну просто потому что тут уже есть чисто из опыта потому что у меня нет с ним той базы общения той базы каких-то ситуаций которые мы уже прожили вместе общаясь до друг друг с другом ну просто как бы из-за того что нету этого то но зачем что-то новое искать уже ну как бы я не знаю скажи а у тебя есть в этом группа поддержки твоя такая на стримах которые там помогаете с пабликами есть нет у меня очень я в какой-то момент я хотел бы организовать дальнейшем команду продакшен команду ребят это у меня есть такая маленькая мечта мне хотелось бы вот заняться у нас есть здесь на stream holidays ребята с первого канала которые занимаются да вот всем продакшеном видео звуком и так далее вот мне хотелось бы что чем-то похожим организовать похожую команду просто потому что ну это интересно это это классно это интересно и как бы ну наверное это то к чему я в дальнейшем хотел бы прийти и поэтому я уже там за регулы же меня есть свой домен на эту тему продакшен с двумя d вот чтобы стал продакшен получалось рода да 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 продакшена типа моя собственно все и даже париться не надо было очень хорошие названия вот и у меня есть ребята которые именно помогает мне художницы у меня парень есть которые озвучки на колдфильме вообще работает у меня есть ребята там еще один художник мы на мои модераторы которые помогают мне там с постами с телегами с всякими ну то есть виду очень 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 активную всякую деятельность ну и я им соответственно кому там плачу за работу если это какая-то единоразовая работа кому ну то есть но это нормальные отношения как бы вот там художником а звук от звучата вот модератором ну как-то этот типа как самовыдвиженец поэтому модером пока не плачу пока я думал просто об этом потому что ты наверное будешь первый стример который даже думал ну потому что вообще если делать это правильно то эта работа и если делать это хорошо то эта работа и дело в том что это может быть просто человек который совмещает да какие-то обязательства то есть там копирайтер например человек который занимается соцсетями и при этом еще но он модерирует чат модерирует комментарии делают посты вконтакте типа это может быть один человек и ты плачу ему за всю его работу ты плачешь ему какой-то там пение вот ну смотрами нет просто папа 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 артуру я там что ты здесь сделал тут их куда-нибудь сводил на какой-нибудь закрытую тусовку где только сидят крутые классные стримеры вот и они себя чувствуют причастными я понимаю что ну им же тоже приятно и в свою очередь это ну как-то их немножко поднимает им ну как ты им все-таки отдаю какой-то дань за помощью вот скажи а вот что ты бы хотел изменить в своих стримах но у тебя например не получается или не хватает каких-то вот прям инвестиций я хочу в дальнейшем очень хочу я надеюсь у меня все получится отдельную я хотел бы студию отдельно а у тебя сейчас не сейчас нет сейчас я стримлю в комнате и пока я все это организовываю в своей собственной комнате пока я организовываю вот вот эти все расстановку там тут поставил принтер тут у меня стол тут у меня это тут у меня паяльные какие-то штуки мне нужны верстаки еще мне и программировать нужно где-то делать и что-то где-то собирать ну короче это очень много места занимает и не надо не забывать что когда у меня чего-то нет в кадре это не значит что она испарилась то есть это значит что у меня просто вокруг мусорная свалка целая то есть как бы ну это начинает потихонечку выживает меня из из дома из комнаты это не очень все легко и просто поэтому в дальнейшем я хотел бы ну просто по каким-то пока финансовым соображением это это не пока пока да пока это сложно то есть и плюс к всему я считаю что мой контент который я делаю на стримах я даже не назову его контентом потому что я даже пока не знаю что я делаю вообще ну то есть ну просто потому что я перестал играть да и пока я в поиске я в поиске чего-то того что я мог бы делать на постоянно что сказали бы вот а милан это вот тот который вот этого делает это да 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 вот он и меня бы знали именно вот как этого человека а так сейчас я какая-то сборная солянка что чего то вообще ты как ты и так далее люди очень намешаны в мою фолловера до списка есть кто-то там сыгр пришел кто-то из этого и пока сборная солянка я говорю я в поисках себя но хочу двигаться в направлении вот шоу шоу реалити-шоу всякие хочу делать выстраивать декорации какие-то делать да там я примерно что нужно писать сценарии у меня есть идеи но для более подробного нужны сценаристы это тоже надо все оплачивать оплачивать а вот какое шоу на телевидении тебе нравится в котором ты бы хотел поучаствовать или просто принять участие со стороны принять участие со стороны ну нет такого у меня нет у меня нет кумирства как такового есть идейные вдохновители да но это как правило люди не похожие на всех это может быть мой дедушка в моем моем сейчас объясню это там пока в моем детстве это был мой дедушка потому что из всего нашего окружения в котором я был это был единственный человек который был как-то связан с технарством он был занимался ракетостроением и мне это нравилось я с ним общался пока я рос понятное дело с социум социальные сети ты потихонечку узнаешь других людей появляются такие люди как марк цукерберг там стив джобс илон маск идейные вдохновители люди которые забили хрен на все и пошли напрямую к своим идеям особенно илон маск которому долбили много раз что нет посадить на землю после запуска ты потратишь много денег у тебя еще ничего не получится ты ничего не посадишь и вообще все это абсолютно неправильно так делать нельзя у нас учебников так и написано он забил и прекрасно использует эту тему поэтому кумиста у меня нету я не хотела хочу туда хочу туда не есть люди которые мне вот нравится вот мне нравится их творчество я я и уважаю да там у меня есть и стримеров да там это ну тот же самый был бы мне нравится за его качественный гейм презентейшн когда он это делает хорошо мне нравится джуз мешание он это делает в таком радио он тоже представляет игры для меня лично да и делать нам в радио таком к венческом радио стиле достаточно юмор fm вот-вот мешание это такой юмор fm для меня лично это классно это круто это очень это очень забавно есть также есть вика картер ну не знаю просто вот как-то она как-то наверное своей личностью ну просто вот это интересно интерес и интересная вот как друг как друг больше интересно то есть вот именно вот вот так вот в общении оля аляша она помимо того что она обладает хорошими очень хорошими социальными навыками до в общении в у нее хорошая база как и литературная база научи начитана на достаточно умный человек хотя в жизни на стримах на стримах в медийном пространстве если будешь долго смотреть ты поймешь что она не хухры если будешь разбирать но с виду вот так вот с первого броска взгляда но она не она не кажется такой она на тип так вот что-то вроде не не без перебора без перебарщивания но она не кажется таким умным начитанным человеком, у него вообще инженерное образование, если не ошибаюсь, у Оляши, и это уже говорит о многом, да, то есть это не хухарь-мухарь, вот, есть и, конечно, ну и не стримеры, есть и всякие известные ютуберы, там, блогеры и так далее, это актеры, ну, мне нравится юмор поперечного, например, я вот из таких людей, которые, ну, вот он не идет в системе, поэтому он не нравится, вот так, он не в системе, и это, это да, вот это большой лайк. Ты любишь такую оригинальность? Конечно, ну, а иначе каков смысл вообще твоего света, кто, что ты, 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 ты часть роя, или ты, ты, ну, ты, ну, ты, как бы, часть какой-то системы, которая непонятно чем занята, или ты что-то из себя представляешь, как бы, вот для меня, наверное, это такой самый главный вопрос в жизни, и мне, наверное, хотелось бы что-то из себя представлять, может быть, когда-нибудь получится. Милан, скажи, пожалуйста, вот срывала ли у тебя когда-нибудь крышу от полученных, от стримов или от каких-то спонсоров денег? Да, да, было. Ну, что значит, срывала крышу, надо только разобраться было бы в терминологии, да, но вообще, да, срывала в том плане, что я не понимал, как так можно, ну, типа, особенно вот это касается донейшенов каких-то, да, и у меня был момент, когда за один стрим мне задонатили, ну, какую-то большую сумму, я получил, это был первый мой вот такой вот стримчаток, ну, для того момента для меня это очень большие суммы, что это можно вот что-то получить так из интернета, из, ну, да, из каких-то мест, где ты не ожидаешь даже, и в этот же момент на меня начали подписываться люди еще, то есть это был один и тот же день, когда сделали компаньонку на Твиче, я в этот момент стримил, и мне люди написали, Мил, у тебя доступна кнопка саба в чате, ну, саба, я такой, в смысле, я подумал, что мне выдали сначала партнерку, я, в смысле, да нет, вы прикалывайте, чуваки, говорю, не смешные шутки, потому что, говорю, я подаю на партнерку, типа, там уже, я на тот момент, я еще знал, что мне тоже не могли выдать, потому что последнюю заявку мне отклонили, это была вторая заявка, да, в моей жизни, и третью я не подавал еще, потому что, ну, сказали, подожди, и потом еще раз снова подашь, и, соответственно, я говорю, чуваки, ну, это не смешные, типа, шутки, зачем вы прикалываетесь надо мной, и через 2 секунды, а там же алерты стоят, да, на стримлапсе, все равно они есть, какая разница, какой-никакой, там даже дефолтный есть, и через буквально, ну, 30 секунд прилетает просто первый сабскребер, такой, как, как так, я в какой-то момент даже у меня был, ну, такая хорошая истерика была в том плане, что еще люди начали, ну, я настолько был, наверное, счастлив, что в этот момент мне начали еще и какие-то донаты бешеные суммы кидать, спасибо, Милан, тебе большое, и в этот момент я просто оторопел, потому что мы в этот момент играли в ГТРП, и люди начали передавать другим ребятам, которые были вот у нас на сервере, что мне вот выдали партнерку, и я услышал, самое поразившее меня, это было то, что внутри игры мне Игорь ГХК такой говорит, а, да, кстати, я слышал там кое-какие новости, поздравляю, просто надо было видеть меня, я, у меня, вот так, меня внутри передернуло, я зарыдать готов был от счастья, ну, прям серьезно у меня, я достаточно чувственный человек, вот, и я прям почти, вот, почти слезу пустил серьезно, вот, настолько меня это тронуло, что даже вот ребята, с которыми это я не... это было очень классно, это будет круче, и в этот момент, да, в этот вечер можно сказать, что меня относительно сорвало крышу, ну, в добрую сторону, да, огромное количество пришло донейшенов, подписок, за один день я получил невозможное количество подписок, вообще-то, я не знал, что так возможно, и, да, сорвало крышу, но в плохую сторону я надеюсь, что нет, я не могу же сказать, правильно, если это было с каким-то негативным эффектом, то, как правило, мы его не измечаем, эти негативные эффекты. Скажи мне, а вот что ты покупаешь, что ты купил из последнего для своих стримов, там, по технике или еще почему-то? Ну, я нашел такой вот интересный формат, интересный способ, мы собираем, ну, вот на какие-то видимые штуки, которые помогут мне в создании каких-либо, там, приблудин, да, и последняя вещь, которую мы купили, это был 3D принтер как раз, то есть мы же его, я его хоть собрал сам, но мы его купили, как отдельные запчасти, отдельные там сенсоры, отдельные всякие корпус для этого дела, нагреватели, все это было в разобранном состоянии, и мы, по сути, все это как-то в одну схему совмещали, и так далее, мы собрали на эту сумму, там, 50 чем-то тысяч, и для меня это было, типа, вау, круто, классно, вот, я, соответственно, был безумно счастлив этому, потому что, ну, мне помогла эту сумму собрать, ну, как-то вот, Аляша в какой-то момент просто как-то пришла, и такая, типа, ребята, давайте поможем ему собрать, и вот как-то я начала все это делать, ну, это очень для меня было странно, непонятно, типа, за что, почему, почему мне так и помогают люди, зачем, для чего, и, соответственно, самое последнее, это вот был токарный станок, мы собрали на токарный станок, такой маленький, чтобы просто выполнял необходимую нам пока работу, а в дальнейшем... И ты все поставил у себя, все? Токарный станок я пока не купил, вот мы собрали на него, и вот в этой подготовке к стримполе, да, и у меня еще очень много было своих, я еще ездил в Исландию, я не стримил практически полмесяца, получилось так, и я все никак не могу приступить, ну, сейчас, я надеюсь, с июля у меня уже... А как быстро ты монтируешь все это дело? Быстро! Вот, ну, в общем, с июля я начинаю новую жизнь. С июля? Да. Скажи, а вот ты ездишь в Исландию, там, в разные страны для своего развития, или все-таки, чтобы, ну, просто посмотреть, отдохнуть? Ну, было предложение поехать в Исландию, я согласился, потому что, ну, почему бы и нет? Хорошая компания была, мы ездили туда с Дианой и с Солей, и я люблю путешествовать, в принципе, а Исландия – это там место, где еще не было, поэтому почему бы и не съездить? То есть, если бы мне сказали, Милан, давай сгоняем в Питер, посмотрим, что как там, я сказал бы, вы знаете, я был в Питере раз 10, наверное, 12, типа, и вы хотите на экскурсии туда сходить, да? Знаете, вот из этих 10-12 семь я был в Екатерининском дворце, ну, ты зачем, если я уже был? Зачем? А там, где не был, конечно, мне интересно, я считаю, что я очень мало всегда фотографировал, у меня мама очень любит вот эти вот серии фотографий, где, Милан, ты неправильно фотографируешь, мне нужны фотографии, где ты стоишь на фоне огромной, значит, какого-нибудь огромного церкви, ну, не знаю, церкви, храма, ну, то есть, или какого-нибудь огромного произведения искусства, исторической ценности, вот это вот все, ну, то есть, она любит такие фотографии, да, мне нравится больше все-таки, ну, какие-то, игра с светом, игра с светом, портреты, это больше интересно, чем. Мама у тебя профессионально, да, занимается фотографиями? Она профессиональный критик, профессиональный критик без образования, ну, она нет, она... Получается, да, критиковать? Это лучше всего, получается, моему. Я ее люблю, да, хорошая. Она хорошая, она просто хочет, чтобы все сложилось у своих детей, все, это нормальная мама должна быть такой. Получается, ты купишь стак... Токарный станок. Токарный станок. Я немножко объясню, чуть-чуть маленькая вводная, да, как работает токарный станок, там крепится как... Это как стационарная дрель. Ну, типа, вот у нее есть головка, которая вращается очень быстро, и вот вы закрепляете деталь в этот токарный станок, и эта деталь начинает очень быстро вращаться. У тебя есть резцы, которые стоят, и они никуда не двигаются, ты их сам двигаешь потихонечку в специальном механизме. И, соответственно, резец ты, как правило, заворачиваешь какие-нибудь валы, вот вставляют вал, и вот этим валом ты, этим резцом ты подрезаешь где-то этот вал и делаешь, ну, какую-то фигуру, которая имеет вращательную симметрию. Ну, то есть, там, пешка, например, ты можешь сделать на токарном станке такую штуку. Шахматы ты, по идее, да, можешь вот сделать такие вещи. Мне нужен он для того, чтобы делать различные направляющие и всякие механизмы. Вот, у меня есть там проект, который мы хотим сделать, но об этом как-нибудь, может быть, потом. Потом. Хорошо, а что ты делала, шутки ради, может, на стриме или в жизни? Шутки ради на стриме или в жизни? Ну, была такая себе шутка, я как-то говорил, что, ребята, я ухожу в армию. Да, я ухожу в армию. Но, объясню, это было не просто так, не ради какого-то хайпа или еще что-то. Хотя, наверное, ну, как мне говорил отец, он говорит, Милон умеет, ну, не мне даже, я застал этот разговор. Он говорит, Милон умеет, когда надо быть серьезным, превратить это в шутку. А когда надо быть, когда он шутит, он при этом может быть абсолютно серьезным. И ты даже не поймешь, что он шутит. Вот. И мне, ну, мне нравится отыгрывать как бы до конца, да. И вот я в шутку бросил, типа, чуваки, я ухожу в армию. Но это было связано с тем, что мне надо было взять перерыв от стримов, чтобы закрыть долги в институте. И я такой сказал, типа, все, чуваки, кажется, ухожу в армию, как-нибудь потом. Увидел сразу какую-то бурную реакцию, и я думаю, ну, добиваем до конца, чушь. И все, я стал, я сделал ролик, залил его на ютуб, последний, типа, мой последний, тут самые, чуваки, все, пока, ухожу. И когда закрыл все долги, я вернулся, сказал, ладно. Ну, многие, кто-то понял, что я пошутил, кто-то сообразил, вот. Но был негатив, в основном он был от, как ни странно, других стримеров. Потому что, ну, как потом вот меня научили, да, мне, ну, потому что я учусь, пока это нормально. Нельзя играть на нервах своей аудитории, своего сообщества, которое ты строишь. Ну, просто потому что, зачем ты так с ними? Они же думают о тебе, они переживают за тебя и так далее. Ну, это нехорошо просто, вот. И это действительно было похоже на хайпожорство, что я просто хочу, типа, да, я ухожу. И вот все начали говорить. Это так, в принципе, выглядело. И очень я получил, действительно, ну, такие негативный резонанс от других ребят. Но я старался по минимуму обманывать всех, потому что мне много, сразу огромное количество стримеров, ребят, мне начали писать. Типа, Милан, чё, правда, серьёзно, Алина Рина мне написала. И, блин, мне очень не хотелось обманывать Алину. И я написал, и тогда я придумал очень хорошую отмазу, потому что она была первой, кто из стримеров спросил. Я придумал очень хорошую отмазу, ты знаешь, мне не очень приятно об этом говорить. Это такая отмаза, да, типа, не хочу об этом говорить. И он говорит, а, ну, ладно, прости, типа, ну, всё. И я увидел, что закрылась эта тема, и это была очень хорошая отговорка, потому что мне не приходилось врать, мне не надо было ничего говорить. Потому что я как только увидел этот резонанс, стримеров мне обманывать не хотелось, ну, типа, зачем, для чего. Я сразу сказал, там был Игорь, он позвонил мне в 7.38 утра, ты чё, обалдел? Я такой, я подушью так, чего, ты чё, обалдел? Я такой, успокойся, всё-всё-всё, тихо, чувак, всё нормально, всё в порядке, я никуда не ухожу, мне просто нужно время, чтобы пошёл в зайницу. Ну, нормально, типа, это было в добром, понятно, контексте. Такое, это ситуация, главное вынести урок из этого, всё остальное уже. Неважно. Хорошо, вот смотри, получается, я видела у тебя ролики, которые, ты в них то ли новогоднее шоу что-то делала, такие... Это твой первый, да, такой эксперимент? Да, да, который прям был очень показательным, потому что для моей статистики собрать онлайн... Ну, тогда у меня было, я не знаю, тысяч, наверное, 7-8 подписчиков всего, да? Сейчас 18, почти. Тогда было, наверное, даже, может быть, 5. И тогда я провёл новогодний стрим, и в пике у нас было, по-моему... Ну, 700 у нас держалось, а в пике было, по-моему, 1000 с чем-то. И тогда я понял, что, блин, это очень классная штука, это реально можно делать, и я понимаю, что я могу это сделать, просто надо правильно подать, и это большая работа. Это был сценарий? Ну... Ты знаешь, не скажу, что это был прям сценарий, но за пару дней, понятное дело, я составлял, думал, какие активности можно делать, как можно... Были донатные челленджи, их продумывали, они продумывались. Понятное дело, что я заранее договорился, это была квартира моего друга, я с ним договорился о том, что, чувак, вот я хотел такую штуку привезти, я говорю, ты не против? Он говорит, да я только за, давай, замойте, классно. И мы привезли моё оборудование, мой компьютер, камера, свет, ну, камера была обычная, кстати. Сейчас я немножко подрою в этом плане, в техническом. И тогда я понял, что, блин, это можно делать, и просто надо пытаться, стараться, и время, очень важно время, когда ты это делаешь. Потому что я выбрал очень крутое время, новогодняя ночь, все стримеры, у них, у всех есть своя личная жизнь, и каждый хочет справить Новый год, ну, вот так вот выходит, да, в своей личной жизни. Я же сказал, типа, да хрен бы, типа, какая мне разница, я постримлю в Новый год, никого не будет зато. Так и вышло, и было огромное количество людей, мы собрали даже донаты, мы их там разделили на все. То есть это был очень хороший экспириенс был для меня тогда вообще, который яйца выеденного не стоил в мире стримере. Хотя я считаю, что сейчас я не особо что-то представляю, но мне всегда ребята говорят, что, типа, ну, то есть я слушаю, как, да, там кто-то говорит, и говорят, ну, Милан, да вот, это популярный стример, и я только, ну, вот. Ну, я просто себя таким, как бы, не вижу, ну, потому что для меня, наверное, либо нет предела совершенству, либо, либо просто пока для меня вот это еще ничего не значит, ну, типа, ну, делаю и делаю. Но после Black History Month, это другое шоу, которое я делал с отцом, где я был на главной странице, я открыл для себя, что есть главная страница отвечать. Ну, типа, я и до этого знал, да, но я не знал, насколько это круто. Я сказал, ну, наверное, может быть, там, ну, мы прогнозировали, типа, сколько, может быть, людей, я говорю, ну, может быть, ну, тысяча, ну, полторы-две, может быть, зрителей будет, и я, типа, ну, блин, ну, может, и до трех сойдет, ну, типа, не знаю. У нас в пике мы дошли 6900 с чем-то человек, было почти 7000 зрителей, это было просто обалдеть, я, вот это было круто. Тогда я понял, что за этим, типа, будущее отвечает и так далее. Обалдеть. Слушай, ну, ты реально молодец. Скажи, а вот как стать стримером, вот что нужно иметь? Один и тот же вопрос все задают каждый раз. Нужно быть уникальным. Если вы уникален, уникальный, да, не такой, как все, непохожие, вы очень быстро вырастете, мгновенно, потому что несколько факторов есть. Либо вы просто, просто соберете естественным образом аудиторию, но в любом случае, если вы уникальный, в какой-то момент вы достигнете вот этой вот критической массы, и вас либо кто-то забирусит, поместит в какой-то ролик, он разойдется, и вы станете известным мгновенно, за неделю просто от 100 человек до 10 тысяч, типа, как же было с Аляшей, да, либо вас заметят другие стримеры, которые тоже зайдут, увидят и скажут, блин, ну офигенный чувак, и будут хастейки дать, и помогать, и коллабы с тобой устраивать просто потому, что ты классный, ты клевый. Есть много таких ребят-стримеров. Я сам поддерживаю, стараюсь поддерживать ребят, которые делают что-то нестандартное, какой-то нестандартный контент. Есть вот мужик, я, по-моему, от Джуса узнал про него, который как раз гончарным занимается всяким искусством, гончарным делом. Вот, и он собирает там всякие, делает кружки всякие, там еще тарелки, он стримит это дело. Вот, это круто, это необычно, ты первый, тебе надо помогать. Вот, вот, просто потому что... То есть, лично мое мнение звучит следующим образом. Чтобы начать стримить, нужно представлять из себя что-то в жизни, а не просто, давай я запущу игру и буду сидеть играть. Я ушел от игрового контента, но это не значит, что не надо стримить игры. Можно стримить игры, но если вы не такой, как все, а иначе я тебя спрошу, чем ты отличаешься от Мэдисона или The Love Games. А часто ты помогаешь молодым стримерам? Если они выделяются, конечно, я их готов кидать хосты, готов и встречаться, куда-то коллаборировать, что-то делать. Много ребят же пишут, которые там начинают стримить, можно купить хосты, можно ли, как это все работает и так далее. Я даже продавал, типа, почему бы и нет, я продавал хосты. Ну, типа, окей, ладно, хорошо. Я придумал расценки, сделал все, примерно посчитал там свое время и так далее. Как все это может быть, вывел специальную формулу математическую. Ну, просто эти ребята, они... Я их предупреждаю, я говорю, ребята, это, вы поймите, это не так работает, как вы считаете. Это, типа, не помогает на 100%. Ну, понятно, но все равно можно, я типа, ну, хорошо, да, окей, ладно, я тебя предупредил, это уже твое дело. Вот, но помогаю, да, достаточно. Ну, то есть, если нахожу... Ну, вот есть девчонка, но она, правда, не нуждается уже помощь, потому что у меня сейчас зрители больше, чем у меня. Вот была девчонка-членочка, например, да. Во-первых, начнем просто с никнейма, да, что ее зовут Лена. Ну, типа, самоирония тебе плюс в копилку. Во-вторых, ты, когда смотришь на нее, ну, будем откровенны, она фриковатая, и это, она хорошо фриковатая, типа, это круто. Я бы сказал, быть членочкой, это круто, вот так вот, да. И именно благодаря этому она сейчас вот набирает свою аудиторию, и Вика Картер говорила, что если бы, говорит, она жила в Питере, я бы тоже ей помогала бы постоянно, и блоги с ней бы делали, и всякие, и снимали бы что-то, да, блин, она, она молодец. Вот она, это самый хороший пример, потому что, ну, сначала девчонку там смотрели, 20-30 человек, когда я вот видел ее, все. Ну, может быть, 40. Ну, типа, сейчас у нее онлайн больше моего раза в три, как бы, типа, ну, все хорошо. Нет, я не к тому, что тебе, я там, это классно, вот, как раз, благодаря тому, что она не такая, как все, она пошла дальше. Ее оригинальность. Конечно. Милан, скажи, вот мы сейчас находимся на Stream Holidays. Скажи, ты часто посещаешь такие мероприятия? Ну, это, как описать это мероприятие, да, это какое-то собрание стримеров в одном месте для того, чтобы создавать контент. Ну, Stream Holidays еще направлен на благотворительность же, да? Вот. Не скажу, что я часто посещаю благотворительные мероприятия, да, Stream Holidays в этом плане единственный. Просто потому что, как правило, благотворительным, как они работают? Ищут спонсоров, спонсорам что нужно? Просмотры. Просмотры работают там, где есть известное лицо. Поэтому, как правило, на всякие такие благотворительные вещи зовут уже, ну, ребят, которые состоялись, которые знают на каждом углу их. И вот, так как я уже говорил, что меня не знают на каждом углу, потому что нет моего определенного, тому самому, о, этот сделал Милан, да, я его знаю, это вот он делает, вот этот контент. Поэтому я нечасто, я нечасто гость таких вещей, но я на Stream Holidays присутствую уже четвертый, наверное, раз подряд. То есть это, именно это мероприятие вошло уже в привычку, да, здесь. А Диана тебе вот, ну, как друг получается уже? Ну, с Дианой мы достаточно хорошо общаемся. Я не побегу прям к ней со своей душевной проблемой, но в каких-то вопросах я считаю ее компетентной, очень сильно компетентной, там, в рабочих каких-то процессах, да, как, что и чего. Ну, потому что она знает уже, как это работает и что и чего. И плюс у нее есть вот эта вот мотивация. Она, правда, выражена сейчас, ну, там, в каких-то финансовых вещах, да, она, как бы, это ее работа, да. Но, тем не менее, она, ей хочется создавать, ей хочется, ну, что-то вот организовывать, вот такое вот делать. У меня есть свои размышления, да, по поводу каких-то аспектов того, как она это делает, да. Я их говорил, что-то из этого, да, вот. Что-то она понимает сама, вот, поэтому, ну, с Дианой, да, да, мы достаточно хорошо общаемся. Вот мы как раз ездили в Исландию с ней и с Олей, и было классно, было здорово. Мы там, как сказала Диана на своей прямой трансляции, ой, не, не, Милан, это как, вы неправильно понимаете, Милан, Милан, это как друг гей. Я такой, ну, спасибо, да, ну, почему бы и нет, ладно, хорошо, я не претендую ни на что, поэтому меня, в принципе, устраивает и такая роль. Хотя, хотя, все-таки, наверное, нет, да. Да нет, как бы, какая разница, то есть, речь идет о том, что она, как бы, не стесняется меня ни в коем, никоим образом, ну, просто потому, что мы действительно интересны друг друга, как друзья, то есть, нам интересно вот общаться, разговаривать без каких-то химических проявлений, да, вот, без этого всего, и мы общаемся, ни у нее, ни у меня, я думаю, что ни у нее, да, ну, раз она так сказала, то, наверное, да, вот, именно поэтому строится, да, какая-то дружба, вот, между, между людьми. Я вот походила по Stream Holidays, и чаще всего слышала мнение, что вот самое оригинальное здесь именно ты, вот, представляешь, да, скажи, вот, ну, вот, что ты здесь такого сделал, по твоему мнению, что о тебе так люди судят? Да, хрен бы и кто знал, я не знаю, не знаю, кто это говорит вообще, из чего они это говорят, потому что, ну, во-первых, даже если не видно, я все равно умею краснеть, а во-вторых, да я не знаю, я могу предположить, ну, типа, я же не тупой, я же не глупый, я могу предположить, что, может быть, речь идет о том, что я выбиваюсь из системы, я не хочу стримить игры, я вот иду как-то дальше, может быть, потому что я пытаюсь найти что-то такое, что вот необычное, что... Особенно это, когда это связано с какими-то техническими вещами, которые там, программирование, какие-то сложные, сам построил, тут 3D смоделил, типа, что и сам распечатал, на чем, на принтере, который ты собрал сам, что, может быть, ну, типа, возможно, да, людей это удивляет, ну, хорошо, я рад, типа, ну, я как бы, я, я не знаю, ну, вот так они видят, хорошо, ладно, я, если, если бы ты мне задала вопрос, кого бы я здесь видел самым необычным, ну, надо было бы понять, что такое необычность, да, для начала, ну, для меня, блин, и для меня вообще, я вот думал, я думал об этом, для меня вообще странно немножко, что, да, какое-то время назад я залипал под вот эту вот, значит, отбивку, вот тададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад Это немного ломает мозг, типа, ну, то есть не то, что я там писаю кипятком перед ним или еще что-то, но это очень-очень такая, как раз та самая большая ответственность, почему? Потому что, когда ты попадаешь во всю эту струю, для тебя это становится нормой, но когда ты общаешься с другими людьми, которым это не норма, не хочется упоминать, что ты вообще знаком с этими людьми, не потому что ты их стесняешься, да, ну, или ты там с ними на дню мероприятия ездишь, или вот там что-то снимаешь с кем-то из них, а потому что, ну, ты думаешь, ну, вот тебя посчитают че-свешным, да, выскочкой, никто не любит выскочек, и, ну, мне не хотелось бы им быть, поэтому, ну, не знаю, сказать, кто именно необычный, ну, хрен его знает, пусть это будет какой-нибудь, может быть, джем, джем, да, джем, но он будет необычным только потому, что он очень классный, у него обалденный голос, я думаю, что он знает это, да, я думаю, что он уже понял это, вот, иначе бы он не занимался тем, чем занимается, да, ну, он, ну, вот он как-то не, он такой, да, не, я здесь не буду, типа, играть зачем, это, типа, не надо, ну, или как-то, может быть, я там плох, и так далее, вот, не нужно, не нужно так думать, типа, ты, ты крут, чувак, ты классный, иди вперед. Ну, что ж, Мила, спасибо большое, что ты уделил мне время, что ты, во-первых, приехал сюда, и какой-то своей медийностью помогаешь деткам каким-то способом, но все равно, находясь здесь, это немногие все смогли позволить вырваться на три дня, это действительно тяжело, не стримить, не заниматься своими делами, а участвовать здесь, вот, спасибо тебе. И я бы хотела, чтобы ты пожелал всем смотрящим это видео что-то от себя, возможно, может, будущим стримерам или будущим твоим зрителям. Да, ну, у меня есть пожелания всегда практически однотипные. Друзья, развивайтесь, развивайтесь, и в первую очередь свою личность, в первую очередь себя. Слушайте не вашу любимую музыку для того, чтобы выйти из зоны комфорта, чтобы понять, что есть и такое, читайте книги или слушайте. Я слушаю аудиокниги, потому что у меня и так большой напряг на глаза, и зачем? Зачем это надо? Я слушаю аудиокниги. Просто потому, что это развивает вашу речь. Я считаю, что я очень скуден и беден на речь, только потому, что я мало читал в детстве. Я прочитал практически всего Жюля Верна, но я не читал при этом русскую классику. Из-за этого иногда я слышу, когда на повтор ставлю какие-то свои записи, я слышу, что у меня сухая разговорная речь. Она слишком прямолинейная, она слишком вот такого научного толка, да, как статья. Поэтому, чтобы ваша речь лилась как ручей, вам необходимо больше словарных запасов и оборотов речевых, которые вы можете услышать или прочитать у хороших писателей. Не обязательно русских, это могут быть зарубежные писатели. Я не особо люблю русских, мне просто не нравятся стили русских писателей. Слишком... У нас слишком они душевные, они описывают каждый листик на дереве. Мне нужно вот как раз к той самой сути. В любом случае, читайте, ребята, смотрите фильмы, ходите в театры, путешествуйте и занимайтесь любимыми вещами в своей жизни. Не идите на поводу у системы. Ну вот это мой жизненный принцип. Спасибо тебе, милая. Спасибо тебе. Давай печенье. Спасибо. 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 Спасибо.